Тебя не могло оставить на сухую? Ночью-то не на 38.5. Красноярская поликлиника номер 2. Здесь уже разделили потоки больных. Те, кто с температурой, идут на прием через отдельный вход к специально выделенному врачу. Обычная практика. Так делают каждый год в момент подъема заболеваемости. На этой неделе официально зафиксированный рост количества больных гриппом и ОРЗ 16%. Это еще не эпидемия, но предэпидемическая ситуация. Представители Роспотребнадзора признались, удивлены шумихой вокруг темы гриппа. Вот в СМИ пестрят очень много публикаций, свиной грипп обнаружен. То есть это все, понимаете, это все было характерно для 2009 года, когда впервые вообще население земного шара встретилось с этим вирусом. Итак, во-первых, к нам не пришел какой-то новый вид гриппа. Это тот же самый штамм АН1Н1, пандемия 9, так он называется. И многие красноярцы уже не на один раз переболели им за последние 7 лет. Мы его выявляем не только сейчас, мы его выявляли на 45-й неделе, на 39-й неделе, в межэпидемический период обнаружения было этого вируса. Это циркулирующий вирус на территории Российской Федерации, начиная с 2009 года. Сегодня это обычный сезонный штамм. Почему обычный, мы говорим? Потому что генетически этот штамм входит в состав вакцины. Во-вторых, целиком школы на карантин не уходят. Если в классе заболели более 20% детей, только в этом случае от уроков освобождается на неделю этот конкретный класс. По данным Министерства образования, пока в Красноярском крае есть один подобный случай. Есть один класс в одной школе города Енисейска, это 7-й А-класс, где тоже число заболевших детей превышает тот порог, по которому нам рекомендуется закрывать образовательный процесс. Вот школа и один класс в этой школе не функционирует. В-третьих, антибиотиками грипп не лечится. Это вирус. Для него нужны противовирусные. Роспотребнадзор отмечает, что штамм чувствителен к трем препаратам. Томифлю, ингаверин и реленза. Первый настолько популярен, что красноярцы на днях не могли найти его в аптеках. Кстати, о препаратах и аптеках. Ежегодно жители России тратят более 29,5 миллиардов рублей на лекарства от простуды и гриппа, подсчитала издание «Слон». С осени до весны мы такую рекламу видим постоянно, особенно сейчас. Варвара – молодая мама. У малыша простуда, градусник показывает 38, но в панику она не впадает. Скорую из-за малейшего повышения температуры не вызывает. Консультируется как минимум с тремя разными врачами, прежде чем начать кормить ребенка таблетками. Варвара работает маркетологом более 10 лет. Знает, как продвигать товар, чтобы его купили. Красноярка считает, что шумиха вокруг свиного гриппа в первую очередь грамотная работа ее коллег по цеху. Раздувание массовой истерии по поводу свиного гриппа в первую очередь выгодно фармкомпаниям. Я как маркетолог это прекрасно понимаю. Когда вы принимаете решение о том, что нужно пойти искупить срочно всю аптеку, срочно все лекарства, которые предлагает нам рекламная пауза на телевидении, нужно трезво оценивать, понимать свою потребность. Не покупать все подряд, а покупать то, что вам на самом деле надо, а возможно просто почаще проветривать и много пить воды. В выходные количество вызовов скорой помощи вырастает до 2000 в Красноярске. Это вдвое больше, чем обычно. Две трети обращений по номеру 03 – это не травмы и не простуда, а обострение хронических болезней. Существует и другая крайность. Часть красноярцев переносит ОРЗ и грипп на ногах. В результате на этой неделе отмечен 10-процентный рост больных пневмонией в крае. В Министерстве здравоохранения региона ожидают, что рост заболеваемости и простудой, и гриппом будет и дальше. Однако переживать не надо, надо разбираться в вопросе. Неопределенность нас всегда пугает. А когда вокруг этой неопределенности ходит масса слухов, как по свиному гриппу, хотя еще раз говорю, свиной, не свиной, обычный грипп. Вот уже он просто обычный, он циркулирует всегда. Мы уже говорили об этом. Но тем не менее, это неопределенность, а сколько болеют. А еще вдруг кто-то сплетню какую-то пустит, а то, что где-то умер. Ну, подхватывается же все это, да. И дальше по нарастающей. Люди действительно гибнут. От осложнений после гриппа умерли больше ста человек в нашей стране в этом месяце. Для сравнения, автокатастрофы в России уносят жизни в среднем 80 человек ежедневно. Василий Солкашеевич, Виталий Суботин. Воскресная новость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...